Добрый день! Опять сегодня с вами я. А как вам обещал, сегодня тренировка на трицепс. Что мы сегодня сделаем? Сегодня мы сделаем французский с добиванием муску хватом. Это будет у нас первое упражнение. А второе и третье будет сюрпризом для вас. Не будем все рассказывать вначале. Ну что, готовы? Как заметили, сейчас мы делали французский жим до головы и жим муским хватом от груди. Это упражнение я иногда использую, когда у меня тренировка не силовая на трицепс, а с весом 60-70% максимального. Тогда я уже делал первое упражнение француз, и второе его добиваю жиму с муску хватом. Ну что, следующий подход. Работаем. Забился трес уже. Отдыхаем. Пойду водички попью. Французский жим мы закончили. Что я вам хотел сказать? Ну, например, если взять, как я, строить свой тренировочный план. Вначале, как не все, я делал три тренировки в неделю, только базовые упражнения. Со временем стал, там, 3 плюс 1, средняя работа, не отдыхая, и уже начинал дверить группы мышц. Сейчас я работаю одну, максимум две группы мышц в день. То есть, тренирую мышцы каждый день, 6 дней в неделю. Отдыхать себе позволяет только воскресенье. Бицепс-трицепс я объединяю в основном в одну тренировку. Ну, так же, как и вы, задавался вопрос, когда раньше тренировался, я делал грудь, потом добивал трицепс. Если делал спину, добивал бицепс или менял там спина в трицепс, грудь-бицепс, как мышечный антагонист. Но для себя, если как с моей стороны нужен кому-то совет, то я бы, если делал спину, то добивал бицепс, так как работает бицепс, делал грудь, добивал тренировку. Ну, кто-то, может быть, со мной не согласен, поэтому я еще раз говорю, ищите, шагайте вперед, и вы найдете то, что нужно вам и вашему организму. Прислушивайтесь к организму, и он у вас выйдет туда, куда вам нужно. Следующее упражнение, которое, я как наблюдаю, редко кто делает, это разгибание гантелей в наклоне. Я это упражнение делаю в наклоне двумя руками. Также вам советую на первом этапе делать одной рукой, чтобы хорошо его прочувствовать. Ну что, вперед, работаем. Отдыхаем. Еще раз бывает, возникает вопрос, как и наблюдаю, когда говорят, рассказал бы дяденька про курсы химии, зачем нам то, что он говорит. Ни один курс химии вам не поможет, если вы не будете усердно тренироваться. Если вы думаете, что есть, еще раз говорю, волшебный таблеток, который вам все поможет, это миф. Только тренировки. Как говорится, если вы умные мальчики и девочки, таблетка вам только может помочь для быстрого восстановления. А если вы не будете тренироваться, разрушать свои мышечные волокна, что вам надо будет восстанавливать? Ничего. Поэтому только труд приведет вас к вершинам. А все остальное, химики и тому подобное, анаболические, дяди, тети, это все разговоры неудачников. Ну что, вперед. Отдыхаем. Рамштай меня заводит. Вот это волшебная таблетка. Хорошая музыка и качественный тренинг. Все, переходим к следующему упражнению, разгибание рук на блоке. Я вам покажу сегодня две модификации, а там вы для себя посмотрите, что для вас лучше. Даже не две, а три. Три подхода в разных. И вы там для себя попробуйте, что именно ваше. Ну что, вперед, идем дальше. Ну что, начнем. Тяга блока, разгибание вниз. Обещал три варианта, покажу сегодня. Ну, покажу два своих любимых, которые первые, я его редко делаю. Но это только для вас. Отдыхаем. Следующий хват. Ну, как бы я стал, наверное, может, он из одних моих любимых, даже самый. Который методом тыка я нашел, что он подходит именно мне. Может, подойдет к вам. В чем для меня плюс этого хвата, я с ним могу делать максимальное веса. Ну что, вперед. Этот подход у нас закончен. И третий подход. Еще один из своих хватов, который, я бы сказал, можно хорошо прочувствовать трицепс. Это хват обратным хватом. Вес большой здесь не нужен. Разгибание не с обратным хватом. Главное, чтобы вы прочувствовали все, как бы, как вам сказать, как вы вытягиваете вниз и напрягается постепенно ваш трицепс. Все движение вы должны прочувствовать. И вообще совет, какое бы упражнение вы ни делали, вы не должны его делать механически. Вы должны понять головой, что вы делаете, и чувствовать каждое движение. И когда вы будете чувствовать, все, что вы делаете, будет увеличиться ваш профессионализм. Вы будете понимать, что такое движение, а не просто набор упражнений. Ну что, вперед. Все, на сегодня закончили. Еще раз хотелось бы вам сказать, только труд, и ваши ощущения личные приведут вас вперед. И не слушайте там всяких тинейджеров, кто пришел в зал, вместе поработали, и ушли, ничего не получилось. Эти люди, которые сдаются на первом этапе. А я, как бы, хочу и ребята, которые снимают это видео, до вас донести, чтобы вы шли только вперед. Если будете вперед, вы станете личностью. И кликайте пальчиком вверх, и все будет хорошо. И у вас, и у нас, и в жизни. Ну что, удачи. Пока. И только вперед. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok